Добрый день! Меня зовут Ирина Березина. В прошлом году меня пригласили на клубу «Колден Сайт Талант», чему я очень рада, и я приняла в этом конкурсе участие. Я живу в Красноярске, и сейчас мы в центре города с семьей просто гуляем в эти новогодние каникулы. Слева от меня находится театр оперы и балета имени Дмитрия Ростовского. Сзади от нас великий и могучий Енисей, а справа наши знаменитые часы возле нашего города, часы, которые показывают дочное время. Я педагог-психолог. Я всю свою жизнь проработала педагогом-психологом с детьми, с семьями, организовывала конкурсы для детей, потому что я параллельно работала педагогом в живописи и помогала детям организовывать различные выставки, чему очень рада, различные терапевтические занятия в рамках своей профессии педагога-психолога. Ну и теперь, когда время, наверное, пришло, решила сама поучаствовать уже в более крупных, масштабных конкурсах международного уровня. Хочу поблагодарить всех организаторов конкурса «Голден Тайм Талант» за возможность участия в конкурсах, особенно в этот сложный период для нас. Я думаю, что эта большая возможность дает не только смотреть как-то с оптимизмом нам на жизнь, но и реализовать себя таким художником, непрофессиональным любителем, которые, может быть, всю жизнь мечтали стать профессионалами, но в силу каких-то своих особенностей не произошло этого. Но, несмотря на это, есть такая возможность, мы участвуем в конкурсе и реализуемся творчески. Спасибо огромное! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На стене висит картина. Картина, которая для меня много значит. Почему? Потому что, во-первых, самый первый момент, когда я столкнулась с этой работой, это было очень-очень давно, я немножко расскажу, я увидела в журнале, так скажем, фото этой картины, репродукцию, и влюбилась в эту картину. Когда я увидела ее первый раз, у меня проникнула мысль, что, может быть, когда-нибудь я эту картину напишу. И так случилось, что я забыла совсем об этом. А в 2020 году, когда началась пандемия, я поняла, что если не сейчас, то уже, наверное, никогда. И эта картина, она заняла первое место на конкурсе Golden Time Talent. А также с этой картиной я стала лауреатом на Московском конкурсе, на Московском международном конкурсе, и чему очень рада. Сейчас я немного расскажу о своей работе, уже работе для меня очень важной, любимой, которая, ну так скажем, стала частью моей жизни последние 2-3 года. Итак, здесь вот мой уголок, где я работаю, под лестницей, как Гарри Поттер, очень даже удобное место. Почему? Потому что здесь у меня все под рукой, кисти различные, значит, инструмент различный для лепки, лампа, которую я могу крутить, вертеть куда угодно, краски в ящички, значит. Ну и вот они, мои картины, на самом деле, которые написаны в технике старых мастеров. Я люблю эту технику, почему? Потому что, как я уже говорила, в технике а-ля прима я тоже пишу, но, наверное, какой-то перфекционизм не дает покоя, хочется сделать лучше. На самом деле, я читала о том, что художники пишут, что это не самое лучшее качество, ну, по крайней мере, пока оно мне присутствует, и я не могу от него избавиться, и ничего с этим не поделаешь. Наверное, может быть, со временем оно уйдет. Итак, вот эта картина «Мельница», несмотря на то, что она пасмурная, она очень акиментичная, потому что символ «Мельница» – это символ успеха и благополучия. Вот такая картина. И картина очень даже важная. Она называется «Ангел-хранитель 2020». Она написана во времена 2020-2021 года. «Мельница». Этот год уже, наверное, войдет в историю для нас, для всех. И мне бы хотелось, когда я ее писала, мне бы хотелось донести до всех, чтобы никто не опускал руки и у всех был «Ангел-хранитель». Ну, это копия картины Леонарда Винчевой. Игра-класс. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 7 января, сегодня Рождество, и я решила рассказать немного о своих куклах. Куклами я занимаюсь достаточно давно. Это основное направление в моей работе педагога-психолога и в рамках арт-терапии, для того, чтобы заниматься детьми по сказкотерапии, по игротерапии. Я создавала для детей кукол. Первоначально это были совершенно абсолютно маленькие простые куколки из любого бросового материала. Ткани, шерсти, ниток и так далее. Сейчас я занимаюсь достаточно профессионально, наверное, уже этими куклами. Последние три года посещаю мастер-классы. Это интересно как мне, так и моей семье, я думаю, потому что они меня поддерживают. И вот эти куклы, которые здесь представлены на полках уголка детского. Это королева Анна, Сара Черчилль, король Артур, Гвеневра и моя любимая кукла Чарли Чаплин. Эти куклы должны были поехать на выставку королей и королевы Англии в Москву, но, к сожалению, из-за пандемии не получилось этого сделать. О чем я не жалею, я думаю, что все еще впереди. Ну и работа, эта работа постепенно перешла в какое-то такое любимое направление. Ну и еще немного слов о лепке, которая мне нравится, которой я в дальнейшем также хочу продолжить заниматься. Это мое новое направление. Оно, наверное, жило во мне давно, потому что я очень много работала с детьми. Направление сказки такое, да, скажем. Это Леди Зима с символом года тигренком и Кикимора Болотная. Вот эти две куклы сейчас в работе. Лица куклы Кикимора не видно, потому что я сейчас делаю ей парик. И символ года Леди Зима, наверное, хочется чего-то светлого, такого сказочного, несмотря на то, что зима, она может быть и холодной. Ну, все как в жизни. И символ года тигренок, несмотря на то, что он полосатый, хочется, чтобы у нас у всех было, так скажем, больше в жизни белых полос. А я также очень хочу поблагодарить всех организаторов конкурса «Голден Тайм Талант», который дает возможность людям, таким как я, не профессионалам, но любителям творчества, я, например, всю жизнь свою мечтала стать художником, но по личным причинам не получилось. А сейчас я не могу уже сказать, что не получилось. Спасибо огромное организаторам, еще раз повторюсь, за то, что дают возможность нам двигаться по жизни вперед. Продолжение следует...